на своем канале в трех видео я расскажу про еврейскую армию бронзового века разберем период от появления народа до первых еврейских царей поговорим сначала про вьенный исторический аспект этой темы а потом я покажу любителям варгеймов какими фигурками можно представить воинов моисея и иисуса новина на игровом поле при этом я покажу свои конверсии так что будет интересно фильм 1 еврейская армия бронзового века и так евреи появляются в истории примерно в 17 веке до нашей эры есть серьезное основание полагать что они были частью союза хуритов и семитов прозванных египтянами гексосы они в 1680 году до нашей эры завоевали весь египет часть нуби и ханаана во второй половине 16 века до нашей эры египтяне смогли оправиться от поражения и подняв восстание разгробить гексосов после этого часть семитского населения осталось стране они видимо жили в приграничной полосе в дельте нила и выполняли функцию федератов или казаков постепенно египтяне старались полностью починить себе этот народ сам название евреев звучит как и в рим или и бри что означает перешедшие мнение ученых что это отголоски переселения семитских племен из аравии в месопотамию в третьем тысячелетии до нашей эры когда им пришлось пересекать полноводную реку ефрат лингвистически слово и в рим созвучно с хабиру ссылку на источник дам в описании к этому видео хабиру означает буквально убийца разбойник этим термином в между речки называли кочевников нападающих на их земли а также наемные войска расселяемые вдоль границы государства для его охраны мы видим что в библии примерно к 1400 году до нашей эры семитское население египта решает предпринять массовую миграцию в хана начинается знаменитый исход главным лидером которого становится моисей по сути евреи снова начинают кочевать в северной арабии за иорданье и синая по преданиям моисей 40 лет водил евреев по пустыне так как бог запрещал идти в хана напрямую в реальности это происходило от того что кочевья были заняты другими народами а плодородные пахотные земли контролировали сильные ханаанские государства евреи выжидали удобного момента для вторжения а попутно грабили всех кого могли победить по данным исторической науки племена хабиру совершают грабительские набеги на ханан с 15 до 13 век до нашей эры постепенно они начинают селиться на захваченных землях поначалу евреи живут только в горах и занимаются скотоводством и редко спускаются на равнины которых обитают ханаани у которых много укрепленных городов штурмовать которые кочевники не умеют во второй половине 13 века до нашей эры данном регионе появляются народы моря под названием палисет от названия этого народа местность начинают называть палестина процесса расселения евреев по палестине растягивается до тысячного года до нашей эры когда евреи создают свое государство израиль библия крайне скупа на описание военных действий вооружений и тут возникает проблема для реконструкторов облика древних людей на этой теме паразитируют лжеученые такие как фоменко и носовский утверждающие что античность это средневековье их доказательства не удержит никакой критики одно из них это то что на средневековых миниатюрах и картинах библейские сюжеты нарисованы так как будто бы они происходили в средние века отсюда не делают вывод что античности не было ну например вот штурм крепости гай правитель города вифиль подвешен на крюке или вот картина 17 века где изображен суд соломона одежда изображенных людей такая же как у людей в ту историческую эпоху когда создавалась эта картина давайте ответим на вопрос почему так происходит в древности не было развитой исторической науки поэтому художник понятия не имел как одевались люди две тысячи лет назад это нужно понимать и учитывать когда смотрит такие иллюстрации поэтому художник рисовал библейские сюжеты так как будто бы они происходили в его время такие иллюстрации нельзя брать за основу для реконструкции внешнего вида людей библейской эпохи и это вовсе не означает что античность это средневековье по сути единственное изображение которое можно интерпретировать как древние евреи это египетское изображение на рельефе из гробницы хнум хотепа 2 12 династии на мужчинах набедренные повязки и длинные одеяния с одной лямкой через плечо головных уборов нет бороды короткие без усов оружием служат мечи топор копья или дротики сложно составные луки доспехов нет у одного мужчины за спиной висит выпуклый круглый щит черного цвета видимо щит деревянный покрыт шкуры буйвола лук сложно составной он позволял стрелять на 175 метров они на 70 90 как простые луки этот вид вооружения наряду с боевыми колесницами стал решающим фактором позволившим гексосом разгромить египтян напомню что в бронзовом веке оружие делалось из бронзы они из стали часто современные художники делают ошибку рисуя стальное оружие у воинов в дальнейшем повествование буду использовать в том числе и картины не на сто процентов исторически достоверны так как других просто нет и там оружие зачастую изображено стальным помните что это ошибка и так мы с вами рассмотрим некоторые характерные сражения описанные в библии из которых можно сделать выводы о том как была организована армия евреев но это будет уже в следующем видео также на своем канале в ближайшее время я запущу серию фильмов про армию петра 1 и карла 12 на период полтавской битвы опять же опишу армии покажу свою армию в 72 масштабе так что в новом 2019 году вас ждет много интересного понравилось видео тогда поддержи автора перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет реквизиты указано в описании к видео чем больше ваша поддержка тем больше видео появится на этом канале заранее благодарен жми сюда и смотри интересные видео не забудь поставить лайк подписаться на канал awesome вы 2 у у 인이 у у у Продолжение следует...